индикатор для бинарных опционов кривая линейной регрессии этот индикатор автоматически строит каналы на графике разделяя указанный диапазон графика на две части в итоге мы получаем уровень поддержки уровень сопротивления и 50 процентный уровень между ними данный индикатор присутствует во многих терминалах включая живой график для бинарных опционов на нашем сайте он находится в панели инструментов под названием регрессивный тренд но самым удобным вариантом этого индикатора считается его версия для metatrader 4 скачать индикатор кривая линейной регрессии и его настроенный шаблон можно с нашего сайта по ссылке в описании к этому видео устанавливается он в терминал metatrader 4 стандартно а кто еще не знает как это делать может прочитать на сайте статью или посмотреть обучающее видео все ссылки в описании из настроек индикатора присутствуют расчет уровней под ценам закрытия количество баров для построения канала если с первым пунктом все понятно то второй пункт позволяет строить каналы почти любого диапазона например длина канала 20 баров 50 баров 100 баров и 150 баров и выше в итоге на одном и том же участке графика можно получить разные по ширине и направлению ценовые каналы если говорить об экспирации для совершения сделок по данному индикатору то использовать можно одну свечу для быстрых сделок и малых таймфреймов но если работать на таймфреймах от m30 и выше то стоит рассмотреть экспирацию равную от пяти до десяти свечей в любом случае стоит попробовать разное время экспирации и таймфреймов изменяет длину канала на графике при тестировании этого индикатора чтобы понять принципы и алгоритмы его работы но только на демо счету и соблюдая правила money management и risk management теперь давайте рассмотрим три способа торговли бинарными опционами при помощи индикатора кривая линейной регрессии и первый самый популярный способ торговли при помощи ценовых каналов это их пробой минус данного метода в том что индикатор перерисовывает уровни при обновлении максимумов и минимумов и если бы этого не происходило то индикатор имел бы всегда одни и те же значения что делало бы его не рабочим поэтому при торговле на пробой следует помечать уровне когда цена к ним подходит после чего открывать позицию если цена закрылась ниже или выше этого уровня при использовании этого способа сделка не открывается если закрытие свечи произошло в диапазоне канала и стоит забывать про уровень 50 процентный который более удобный потому что не меняет своего расположения и не перерисовывается поэтому его пробой тоже можно использовать в торговле бинарными опционами второй самый популярный способ торговли при помощи каналов это отбой от уровней в данном случае нам требуется чтобы цена при подходе к уровню закрывалась в диапазоне они выше него особенно хорошим сигналом будет пробой тенью свечи выше уровня но закрытие ниже средний уровень и работает точно так же и если пробой не удался открываем опцион путь и третий способ торговля по текущему тренду данный вариант от 2 отличается тем что сделки на отбой открывается только в направлении каналов если канал направлен вверх то рассматриваются только опционы call а для направленного канала вниз опционы путь то же самое касается и среднего 50 процентного уровня давайте попробуем реально поторговать с помощью этого индикатора на платформе брокера pocket option с таймфреймом 1 минута и экспирацией 3 свечи а а а а а а а а а о а а а Заключение. Как можно видеть, индикатор для бинарных опционов, кривая линейной регрессии является универсальным и позволяет работать как по тренду, так и против него, а его настройки позволяют устанавливать как краткосрочные, так и долгосрочные каналы. Однако напоминаем еще раз, что тестировать новые индикаторы следует сначала на демо-счету и только после этого переходить на реальный счет. А правильно подобранный брокер – это основа прибыльной и надежной торговли. Найти такого брокера можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Желаем удачной торговли! Субтитры подогнал «Симон»!